Девушка, мне нужен Алексей Игоревич Аксенов. А, а вы попали к его бабушке. Татьяна Константиновна, это из Комитета гражданской безопасности, Паук Андрей Владимирович. Очень приятно. В общем, у вас есть внук Алексей Игоревич Аксенов. Так и он хорошо служит, службу хорошую несет в милиции. Да, он не в милиции сейчас уже. Его же перевели в СК. А, Следственный комитет. Ну, еще лучше. Еще лучше. И он там этих, Змогоров пытая и котуя, как только может. Ну, поддерживаете такое? Ага. Позавчера разговаривала с ним. И что он говорил? Хвастался мочем? Нет, 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 нет. Он не любит по телефону хвастаться. Не разговорчивый. Короче, садист отменный. Мы ему грамоту за это дадим. Потому что, как у Великой Отечественной войны фашисты пытали наших партизан, так и он сейчас Змогоров пытая. Да? Ну, слава Богу. Слава Богу, что он помогает в нашей стране. Ну, слава Богу, что помогает. Просто хай крепко держится за Лукашенко, потому что скоро Лукашенко помрет, а ему бежать некуда будет. Ой, да. Да-да-да-да. Вообще, все мы молимся за Лукашенко. Вообще, это находка для Республики Беларусь. Находка. Да, может, Путин лучше, чем Лукашенко? Ну, Путин, он своеобразный тоже. Это немножко другого склада человек. Но это же Россия, а мы Беларусь. Так вы за независимость, получается? Ну, конечно. О-о-о. Это же уже ваш внук может вас арестовать за это? Змогоры тоже за независимость? Так нет, подождите. Независимость страны, наша независимость. Почему это меня арестовывать надо? Ну, вот Змогоры, они тоже хотят независимость нашей страны. А Лукашенко их сажает. Ой, Змогоры их давным-давно поубивать надо было. Эту Тихановскую еще, когда она лезла, куда она лезла, в общем, ну, я молчу. Так, а может, вы нам поможете убивать этих Змогоров? Нет, нет, я не кровожадный. Не кровожадная вы? Нет, я очень взрослая, старенькая, больная бабушка. Ага. Я инвалид второй группы, кстати. Понятно. Короче, убивать Змогоров надо, да? Да, да. Змогоров вообще их надо в тюрьму пересадить, во-первых, чтобы они поняли, что они творят и чего они лезут, куда они лезут, непонятно. Так, а что делать, если по закону не запрещено быть Змогором? Ага, ну, по закону не запрещено, но дело в том, что как-то, я думаю, что люди должны поступать больше по совести. Так вот, Змогоры ж поступают по совести, они ж против обмана, против несправедливости, против фальсификации выборов. Это кто вам рассказал так, что они против обмана, что они против несправедливости? Это кто вам рассказал так? Сами Змогоры так говорят. А это так они говорят. А действуют они по-другому. А как они действуют? Сколько они милиционеров убили? Я не знаю, я не могу, я не обладаю такими данными, поэтому не могу вам признаться. Сколько у нас Змогоры побили милиционеров, и сколько милиционеров побили Змогоров, знаете? Да нет, мне неизвестны такие данные, поэтому я как-то не вникаю в это особо. А очень много, очень много милиционеров побили Змогоров, очень много пришлось бежать им, сажают в тюрьму и родители, и дети одни сироты остаются. Вот такое творится, как фашисты когда-то в войну робили, сейчас милиционеры. Ой, милиционеры так делают? Да. А я что-то думаю, что у меня внук милиционер, так я, он был таким добросовестным все время. Я не думаю, что они... Его Лукашенко испортил, и он-то добросовестно остался, но Лукашенко ему приказал, или в тюрьму, или будешь бить Змогоров. Ну, не знаю, как это. Ихние все примки. Что там надо делать, Бог его знает. Я далека от этого, от всего. Послушайте, вы можете следить за своим внуком и так ему посоветовать, когда он к вам позвонит, чтобы он не бил Змогоров больше, а убегал за границу от этого Лукашенки? Убежал за границу? Да, чтобы он руки не запачкал крови. Ой, не знаю я. Я не могу вообще такие вопросы решать. Я старая больная бабушка. Инвалид второй группы. 87 годков мне. 87? Ничего себе. Так вы бодренькая такая. Ну, я еще бодренькая такая. Но хожу я уже только с этими, со скандинавскими палками, с двумя хожу. Во! И ходят все, ну, для того, чтобы разрабатывать мышцы, а я уже их использую в качестве опоры. Вот так вот. А многие Змогоры ходить не могут после того, каких побили милиционеры? Да. Понимаете? Ну? Ну, наверное, заработали. Так не смешно тут ничего от этого? Я не могу участвовать в этом разговоре и толком, нормально. Хорошо. Вы передайте Алексею, Кобьон не бил Змогоров, не издевался над ними, потому что Бог его накажет за это. Да я что-то думаю, он по характеру не должен делать этого. А там кто его знает? Ну, понятно. Он добрый, хороший мальчик. Я его растила, кстати. Его не мама растила, а растила я. И растила с трех недель до 33 лет. Ну, добрый, тогда будем разбираться. Як так получилось, что вы такая хорошая женщина и взрастили такого садиста? А почему садист? Я вот, я что-то не верила это. Вы нам поверьте, потому что у нас есть картотека, у нас есть досье, и мы знаем, як эти работники фальсифицируют дела уголовные. Як они издеваются над змогарами, як они им вещи робят всякие, пытают, что это просто жутье, як фашисты когда-то в войну. Ой, да я что-то думаю, что непосредственно эти уже, которые имеют звездочки какие-то на погонах, они непосредственно и не пытают, наверное. Я так думаю. А вы ж может чули, як Лукашенко им казал, этим работникам, что иногда недозаконал? Нет, я не знаю об этом никаких разоворов. Что иногда недозаконал, и это я пашли робить, что попало, чернуху. Зараз кожный тыдень ловясь к гості, по 20 человеку день арештовуюсь. Ну да, арештовуюсь, это не значит, что издеваются. Ох, бабушка милая, чтоб вы знали. Мо вы не даживете до того часу, кали будуць Лукашенко судить. А мы ж так марым, каб его гэту паскуду высадую уже осудзілі б, у тюрму б, пасадзілі б. Ой, не, а я за него, я малю Бога за его здоровье. И не только я, очень многие. Я думаю, что это благодаря только ему мы не имеем из Белоруссии Украину. Такую республику погубили. Ужас, ужас какой-то. А кто погубил? А подумайте. Ну, глядите, пока Россия не напала, там было все нормально. Россия напала год тому назад, а там творится уже сколько. Я, между прочим, я по национальности хохлушка. Так. Самая настоящая. Я родилась в Черниговской губернии. Ого. Ну, в Черниговской области. Вот. И я хохлушка. Но я в последнее время ненавижу украинцев, особенно мужчин. Потому что после того, как развалился Советский Союз, померковные белорусы все-таки были более разумные. А хохлы, эти все экспансивные, они очень такие, очень активные. И соберутся на шабаш, я называю шабашем этих, что собирались, ну, парляминт, парляминт, как высказываете. Змогары, святомые. Ну, да, да. Соберутся и друг друга берут за грудки и тузят. Что вы делаете, в конце концов? Что от вас зависит? Так. Что от них зависит? Никогда ничего от них не зависело. От кого зависит? А они уже друг. А? От кого же зависит тогда? От кого зависит? Ну, не знаю, от кого. От вас зависит что-нибудь? От вас? От меня уже ничего не зависит. Потому что, во-первых, я никогда в жизни не была политиком. Вот. Я, ну, я же говорю, что у меня моя грамота позволяла мне только определенные пределы. А вот. Это должны делать политики, должны делать люди более такого. Во, все правильно. Должны робить политики. Так вот, Светлана Тихановская хочет робить, а Лукашенко не дозволяю ей. Сергей Тихановский хотел робить. О, Светлана Тихановская. Светлана Тихановская пусть заткнется. Это вообще цирк был, что она полезла в президенты. Что ты думаешь? Так а чого ее Лукашенко допустил тогда? Чего ж Лукашенко допустил? А допустил. Он ее не то, что допускал, а она сама лезла. Я помню очень хорошо, как она... Не, так мужа енага не допустил, а ее допустил. Как-то так? Ну, так и ее не допускали. Так не допускали. Она была у списка, за ее голосовали, а не за Лукашенко. Ну, кто там голосовал? Ну, кто там голосовал? Все голосовали почти 97%. Ой, ой, не все. Я вам подскажу. Я как из КГБ, я ж знаю эту всю историю. Бездельники, бездельники за нее голосовали. И вообще, чего она полезла? У нее двое детей. Притом, один ребенок немножко проблемный. Чего ты лезешь? Куда ты лезешь? Так не запрещено, не запрещено. Ну, не запрещено. Понимаете? И не разрешено. А как-то не разрешено? Чем вы руководствуетесь? Ну, я думаю, что надо заниматься каждому. Кухарка не должна руководить этим государством. Так Лукашенко шкетик конюхом был, председателем колхоза. Его был председателем колхоза. Колхозником был Лукашенко и стал президентом. Тоже же нельзя, наверное. Ну, почему нельзя? А вы думаете, что колхозник дурнее, чем... Это? А-а-а! Колхозник – это самый разумный человек. В деревне нормальные люди росли очень умело. Где-то кто-то вырвал себя. Ну, понятно. Так а чого ж тогда Лукашенко, этот колхозник умный, говорит, что Минск – столица США? Что, что, что Минск? И он каже, что Минск будет столица США. Так Лукашенко не мог говорить. По телевизору говорил. Это вы думали, это набрали. Да сто процентов я сто раз бачу, я же говорю вам. Ну, такое сказать. А я не бачила. Я постоянно сижу у телевизора, потому что я живу одна в двухкомнатной квартире, и мне все время тоскливо одной. Я всегда включаю телевизор, тогда много народу в квартире. Поэтому я телевизор очень хорошо смотрю, но я такого не видела. Не видели вы. Так надо вам показать. Надо DVD вам провести, да показать. Как-то так. Да. А скажите… Да не покажете вы этого, потому что… Идеология все-таки хоть и задрипанная, но есть. Ага, задрипанная идеология у нас. А какая она повинна быть? Должна быть более на высоком уровне. А вот с чем сравнить? Где более высокая идеология? Ну, не знаю я с чем. Я говорю, я человек маленький, поэтому не лезу в дебри. В политические дебри я не лезу. О, так скажите еще одно пытание, как бы уже это… Расстаются точки над «и». Вы можете сказать «Живе Беларусь»? Я же… А в какую радость я буду говорить? Ну, потому что… Это лозунг какой-то… Это лозунг, между прочим, «змогоров». «Живе Беларусь». Так, а что тут… А что, она не живе, это Беларусь? Нет, почему? Живет, но… Живет, но… Но по-другому немножко. Так «не живе» получается? Ну, почему? Не знаю. Не могу я вам… Это лозунг этих «змогоров», поэтому… Так что, плохой лозунг получается? Ну, я не вижу в нем… Изюминке. А в каком лозунге вы видите «изюминку»? В каком лозунге? Да. Я даже не знаю. Ну, вот какой лозунг у «ябатик»? У кого? У «ябатик», у «патриота» какой лозунг? Ну, не знаю я какой. У них даже лозунга нету. Нету, вы бачите, что ли? Может быть. Вот Лукашенко до чего управлялся. До задрыпанной идеологии, як вы кажете, что лозунга даже не мав патриотов. Ну, не знаю. Может, они и есть, но их просто никто не провозглашает. Особенно так, громко. А як мы научим тогда родину любить, если мы не провозглашаем лозунги? Ну, родину любить – это другое немножко. Это необязательно лозунги кидаются. А как надо? Можно любить родину, не кидаясь. Не кидаясь лозунгами. Люблю родину, но я не кидаюсь лозунгами. И вообще, ну, в общем, мы с вами ни до чего не договорим. Не, вы мне очень помогли. Дякую вам за размову, Татьяна Константиновна. Вы зараз размовляли с павуком Андреем Владимировичем. Передайте Лёше Игоревичу. Очень приятно. Очень приятно передам, Алёш. Обязательно сейчас подберу его. Да, наберите. А Алексею Игоревичу вот неприятно ему. Он неприятен? Не-не-не, ему будет неприятно, когда его павук дотелефануется. Потому что, когда ему нагадываешь про закон, и он не любит про это говорить. Ну, я не знаю. Он был хорошим человеком. Не знаю, что с ним случилось. И вообще, насколько, ну, говорят, что эти должности портят людей. Может быть, действительно это так. Вот, ну, я не знаю, что... Ну, по крайней мере, я не замечала, чтобы его испортил. Ну, слава Богу. Ну, я рады тогда за вашего внука, кали он таки чистый. А кали... Ага, ну всё. Кали будзе не чистый, мы его покараем по закону тады уже. Ага. А что ему передать, чтобы он... Передайте, каб не слухал Лукашенку и сбегав за межу. За межу сбегал, за границу, каб бежал, и рассказывал всё Интерполу этому. Каб Светке, да. Да. Потому что он ценный свидетель. Если он не убежит, то его могут устранить, как ценного свидетеля тут. Да. Хорошо, я передам. Передать всё им. Хорошо, я ему передам. Ну, всего доброго, будьте здоровь. Всего доброго. И вам. Мы белорусы, мирные люди Владу отдали, шкловской иуде Не белорусы, а клоака ментов.